Это типичный новичок, он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша, он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты, Warface тебя ждет. Ну признайся, Ракуха, наверняка на эту пушку ушел годовой бюджет Бангладеша. Не поверишь, Капитан Очевидность, но на это ушло, по-моему, 2600 кредитов. По-моему, как-то так. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность и снайперская винтовка СКС. Самозарядный карабин Симонова. Оружие по-своему легендарное и в какой-то степени нагибное. Но вот в какой именно ходят споры? Некоторые говорят, что эта пушка, вы знаете, новое колесо имбовенько себя показывает. Другие говорят, полный хлам вообще ни на что не годится. Третьи же утверждают, что пушка вполне годная, но только на ПВЕ. Пришло время и нам высказать по этому поводу свое мнение. И каково же твое мнение? Оно весьма просто, Капитан Очевидность. Вне всяких сомнений, по версии Ракутагина, СКС является полной хуйной долей. Не, ну правда, ну а пушка ни о чем. ПВЕ. Ну ладно, типа ПВЕ, да, окей. Но, блин, на ПВЕ можно взять какой-нибудь корт, какой-нибудь зенит и пойти рачков, собственно говоря, нагибать. И все будет прекрасно. На кой хрен тебе этот СКС, дорогой мой? Если говорить о сухой эффективности, именно о нагибе, то, блин, СКС не лучший выбор. Ну типа да, он сгодится, ну окей. Но не более того. Если говорить о ПВП, если говорить о каких-то пабликах, ну типа тоже. Сомнительно, ну окей. Если говорить об РЭМе, если вы маслачизируете где-то на бронзе пацанов, окей. Если вы идете там уже к мастеру, вы уже на алмазе играете. Ну прям совсем сомнительно. И нифига не окей на самом деле. Лучше взять что-нибудь ваншотное, иначе чаще всего, ну будет мега больно. И не только против других снайперов, но и против штурмовиков со СТК, инженеров с нормальными пушками. Ну с медиком, я думаю, понятно. Вышли на медика на ближней дистанции. Хотя вот тут, кстати, на ближней дистанции, на медика, есть некоторые нюансы. И, как ни странно, человеку с СКС, может быть, проще убить медика, инженера или штурмовика, или другого снайпера, именно на ближней дистанции. Как ни странно, сука, вот тут СКС порой бывает мега хорош. Но, как бы, это исключение из правил, таких ситуаций все-таки немного. Это что ж получается? Вообще никакого хорошего варианта с этой пушкой нет. Ну как нет хорошего варианта? Вариант-то есть, вот она сборка, друзья, собственно говоря. Если вы хотите играть с СКС, вот вам народная проверенная офигенная сборка, да. Ну, офигенная по меркам этой пушки. Все остальное, как бы, в основном вообще кал, а это типа гаднателло. Говорим мы, конечно, про ПВП, прежде всего. Это нагип маслоочизация пабликов, бронзы, там, платины, вот все в этом духе. Это прям годнота будет. И вот тут как раз проявляется та интересная особенность СКС, о которой я говорил. Дело в том, что СКС охрененно показывает себя при стрельбе от бедра. Поэтому, если на ближней дистанции на вас неожиданно выскакивает медик, инженер, штурмовик, другой снайпер, вы можете просто от бедра его забрать. И, возможно, это даже получится сделать всего с одной отсечки. Да, именно так. Поэтому, как ни странно, при всем том, что СКС, ну, по сравнению с хорошими ваншотными пушками снайпера, там, Астарты, например, в целом-то, как бы, уныл, ну, по чесноку, на средних, на дальних дистанциях. Ну, типа, да, ну, и, как бы, ну, ни болтовка, ни ваншот, там, ни полуавтомат мощный, вообще ни разу. То вот, вблизи, это одна из лучших, может, даже лучшая пушка за всю историю Варфейса, именно вот, чтобы от бедра пострелять. Никогда такого, по-моему, не было. Ну, что-то такое, по-моему, подобное было, но, типа, не то. А здесь, прям, реально, дробовик, сука. Просто на расстоянии, там, метров пяти-семи можешь от бедра жарить, и эта пушка, сука, в таком случае, как ни странно, убивает. Почему убивает? Прекрасно. Ни одна пушка, наверное, снайпера так никогда не убивала. То есть, это ту, типа, окей, снайперская винтовка, которая стреляет отсечками, именно так и лучше всего собирать. Но, при этом, это еще не самый плохой дробовик на ближней дистанции. Вот такая особенность есть у этого интересного, по-своему, такого, необычного карабина под названием СКС. Интересно как-то. Вроде ты его за что-то и похвалил, а вроде и проходняк. Ну, собственно, да, капитан, очевидность, это реально проходняк. Проходняк, друзья, да, он не покажет ничего сверхъестественного на ПВП, на ПВЕ, типа, да и, как бы, есть решение поинтереснее. Но, вы знаете, это тот случай, как ни странно, когда я не жалею, что пушку выбил. Почему? Это вот, многие говорят, я выбил для коллекции. Вот это реально для коллекции, объясняю почему. Но это одна из самых необычных странных пушек. Потому что это снайперка, которая хороша именно в отсечках, она имеет интерес, она, кстати, вид внешне реально классный имеет, СКС выглядит при этом. И при этом странность этой пушки, то, что она, сука, как дробовик жарит от бедра. Это странная, реально снайперская винтовка. Поэтому вот именно для коллекции, пожалуй, это тот случай, когда я пушку очень и очень даже заприобрести. Поэтому, честно говоря, приобретению именно, с точки зрения какой-то эффективности и нагиба, не рекомендую однозначно. Как говорится, спасибо, но нет. Для коллекции, пожалуй, может быть лучший ствол за всю историю, потому что, ну, это реально странная пушка. Такого, может быть, никогда уже не будет. Ну, и в-третьих, хочу вам сказать, друзья, что у меня есть для вас очень важный анонс. Увидимся с вами.